Природа любопытства и жажда познания нового постоянно двигает человечество вперед. Если раньше для первооткрывателей большим вызовом считалось пересечь океан или проложить новый путь в Индию, то теперь перед человечеством стоят новые цели. Еще совсем недавно, на заре расцвета космонавтики в 60-70-х годах прошлого столетия, казалось, что еще чуть-чуть и мы покорим ближайшие планеты. Однако этого не случилось. Тем не менее, человечество сделало немаленький прорыв в техническом плане. Если пойдет так и дальше, то появляется вопрос, а каким будет человечество через 100 лет? Конечно, может появиться вполне обоснованная мысль. Очнитесь, пока человечество не прекратит уничтожать Землю и себе подобных не будет никакого перспективного будущего. Но давайте откинем все это и поверим в чудо. Поверим в то, что человечество сплотилось ради великих дел. Представили? Тогда возможно ли уже сейчас, на основе данных из открытых источников, спрогнозировать наш прогресс навек вперед? Давайте попробуем. Для начала представим цели, которые стоят перед нами как видом. В первую очередь, это выживание. Многие убеждены в том, что пока мы остаемся на одной лишь планете, человечество подвергает себя неоправданному риску внезапной смерти, неотвратимого всеобщего катаклизма, который приведет к концу нашей цивилизации. Это может быть и астероид, или и комета, способные нанести катастрофу континентального масштаба. Извержение супервулкана, эпидемии или психопат, намеревающий все же нажать на красную кнопку. В любом случае, человечеству нужен запасной аэродром. В настоящий момент фаворитом в этой гонке считается планета Марс. Но не все так просто, и для достижения глобального прорыва в освоении дальних планет необходимо решить несколько основных проблем. К примеру, значительное удешевление стоимости вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту. Сейчас рассматриваются несколько перспективных проектов по решению данной задачи. Это безракетные варианты запуска, электромагнитная катапульта или инженерные конструкции, способные выводить груз за счет вращения планеты, космический лифт, петля Лофстрома и подобные проекты. Ориентировочная стоимость запуска в этом случае, по прогнозам, может стать в 50 раз меньше по сравнению со стоимостью на сегодняшний день. Существующие технические проблемы, такие как, например, отсутствие материалов необходимой прочности, уже не кажутся нерешаемыми. Потому как найдены новые перспективные материалы, например, углеродные нанотрубки и нанонити из сжатого бензола. Очевидно, что сумев воплотить данный проект, человечество начнет полностью осваивать околоземное пространство. Космический туризм, сборка космических кораблей на орбите станут обычным делом. А Луна превратится в настоящий дальний форпост нашей цивилизации на пути к освоению Солнечной системы. Форпост, кстати, вполне достижим и настолько, что основание лунной базы постоянного пребывания станет задачей, не требующей значительных материальных ресурсов. В настоящий момент уже известно о планах по созданию лунных баз временного пребывания в период до 2030 года. Однако, даже создав полноценную базу на Луне, следующий шаг в освоении Солнечной системы невозможен без очередного технологического прорыва. То есть отказа от двигателей, работающих на химических реакциях. Ведь эта технология вплотную подошла к своему предельному использованию. И если мы хотим осваивать ближайшие планеты и направлять экспедиции в самые дальние уголки за пределы астероидного пояса, нам просто необходима альтернатива. Среди всех вариантов наиболее перспективными представляются проекты на основе ядерных двигателей. Эти двигатели разрабатывались еще в середине 20 века. Но сейчас человечество действительно близко к реализации подобного проекта. Они обеспечивают значительно большую скорость, чем химические, и при этом их топливо гораздо компактнее. Существует два типа ядерных двигателей. На реактивной тяге и импульсной. Работы импульсного двигателя обеспечиваются периодическими ядерными взрывами малой мощности. Примерами этого можно назвать взрыва «Лед Захарова» или разрабатываемые еще в 60-е годы прошлого века проекты космических межзвездных кораблей «Орион» и «Дедал». В 2006 году Академия космонавтики имени Циолковского выпустила книгу «Пилотируемая экспедиция на Марс», в котором рассматривались различные варианты полета Красной планете, и ядерный буксир на электрическом ракетном двигателе был признан лучшим вариантом для таких полетов. В этом случае общая масса корабля на четырех космонавтов не превысила бы 500 тонн, чуть больше, чем у МКС. А планируемое время достижения Марса с этой силовой установкой составило бы около полутора месяцев. По предположениям, появление первого рабочего прототипа межпланетного корабля появится не раньше 2050 года. Если мы сможем отточить эту технологию и поставить ее на поток, то в текущем столетии для нас откроются потрясающие перспективы по освоению Луны и внутренних планет Солнечной системы. Станет возможным создание постоянной исследовательской миссии на Марсе, и появится экономическая целесообразность в добыче полезных ископаемых вне Земли. Последний фактор тоже немаловажен, ибо, как показывает пример коммерческих проектов в космической индустрии, способна продвинуть технологии на новый уровень. Но вернемся на Землю. Помимо постижения космического пространства, ожидается, что человечество сделает значительные шаги вперед и во многих других сферах. Замена и модификация органов, биотехнологическая 3D-печать, медицинские приборы, ежеминутно следящие за показателями здоровья человека, генное проектирование – все это приведет к постепенному и значительному увеличению уровня продолжительности жизни. Новые вакуумные транспортные системы и суборбитальные сверхзвуковые пассажирские перелеты свяжут финансовые и культурные столицы мира. Еще в 1903 году братья Райт смогли поднять свой самолет в воздух всего на 12 секунд и пролететь только 36 метров. А после 2030 года перспективный самолет «Ракета-План» теоретически сможет перевозить до 100 пассажиров и преодолевать расстояние между Европой и Австралией всего за 90 минут. Интернет будет объявлен базовой потребностью и правом человека. Человек будет на связи всегда и в любой точке планеты. А интерфейс взаимодействия человека с компьютером кардинально изменится. Исследования в области понимания механизмов работы мозга человека приведут к возможности распознания сигналов активности мозга и их преобразования в прямые команды компьютера. Приведем несколько примеров. Еще в июне 2004 года хирурги имплантировали в двигательную область коры головного мозга полностью парализованного человека микрочип, который дал возможность управлять телевизором и компьютером. Например, рассылать письма по электронной почте и даже играть в аркадные компьютерные игры. А в 2017 году был также использован новый нейрочип, позволяющий в определенном смысле читать мысли людей, парализованных после автокатастроф или тяжелых заболеваний. Все это наряду с безусловными плюсами приведет к постепенному упразднению чтения и письма. Что тут скажешь? Механические руки, глазные яблоки со встроенными камерами, искусственные сердца, легкие ноги действительно не так далеко, как кажется. Нравится ли вам такое будущее? Согласны ли вы с таким прогнозом? Пишите свои варианты развития человеческой истории в комментариях. Аргументируйте и добавляйте упущенное нами. Также будет небольшое объявление. В следующую пятницу выйдет продолжение сериала «Приключения Итана и Ройны». Как и было сказано, в прошлый раз его можно будет посмотреть на Патреоне. Конечно, он выйдет и на канале примерно через месяц. Но на Патреоне вы сможете поддержать нашу идею, за что вам большое спасибо. Хочется отметить, что выйдет особая серия, где мы наконец узнаем не только развязку истории, но и сможем принять участие в важном решении главных героев сериала. Поэтому ждем вас. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...